На этих соревнованиях многое было впервые. Молодежка Видного первый раз играла на выезде. Кубок Содружества тоже премьерный. Переживали и организаторы, и спортсмены. Все постарались, чтобы для болельщиков поединки выглядели захватывающе. На неделю Ковров стал местом притяжения поклонников мотобола. Ковров богатый опыт имеет, во-первых, проведение чемпионата Европы. В 18-м году уже там чемпионат Европы был. По моему мнению, как представители Федерации мотоспорта России, я думаю, по пятибалльной системе на пятерку они провели. В Кубке Содружества участие приняло четыре команды. Молодежные сборные России и Беларуси, а также составы из Ставропольского края «Колос-2» и Владимирской области «Мотодром-Арена». Уровень спортсмены показали весьма высокий. Играли, конечно, не жестко. Грубость пресекали, конечно. Но, тем не менее, очень интересная игра. И думаю, что будущее за ними. Это самое главное, что есть дети, есть подрастающие поколения. К этому надо стремиться. Тренер молодежной сборной России по мотоболу Александр Сосницкий своими подопечными доволен. Говорит, готовились весь год. Тренажерный зал, бассейн, тренировки на мотоциклах. Все как у взрослых. Именно такой подход и дал результат. Маленько я, можно сказать, переживал. То есть я до конца, я не верил, что мы займем первое место. В душе хотелось. Ну, какое-то волнение было. Ну, ребята доказали, молодцы. В финале видновская молодежь встретилась со сборной Белоруссии, обыграв ее со счетом 2-0. Все были ответственные соревнования. Мы к этому морально тоже готовились. Это же не просто только физические соревнования, но и моральные. Вот. И, ну, мандраж тоже у всех, я думаю, был. Все-таки международный уровень. Но, видите, все-таки смогли выиграть. Очень рад. Просто еще впереди у нас первенство России юношеское. Поэтому, ну, не расслабляемся. Тренируемся дальше. Показывать нам результат. Эксперты уверены, соревнования прошли на высоком уровне, и теперь организаторы намерены сделать их ежегодными.